приветствую вас давайте разберем ваш вопрос не могу не могу опустить человека влюбилась по глупости сейчас он вроде мне уже не нравится но постоянно думаю о нем хотя вроде бы уже остыло понимаете ничего там не будет но не могу забыть как забыть а человек к вам как относится чтобы его забыть пытает буквально как человек вам относится именно вот сам вы знаете что он относится к вам ну например не очень хорошо что вы пытаетесь его забыть вот то есть как вы как вы приходите к тому что вам нужно его забыть может быть как и сказал мой коллега гудрышев Игорь Леонидович может быть вы спешите с ну вы выводами может быть вы торопитесь с решениями своими своими это первое второй момент на который я бы хотел обратить ваше внимание вы пишете что влюбились по глупости эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ и не по глупости вовсе. Дело в том, что нельзя влюбиться в кого-то или не влюбляться в кого-то по глупости. Мы, как правило, просто влюбляемся. И всё. Мы просто влюбляемся. Поэтому здесь я, конечно, могу только задать вам в этом смысле определённые уточняющие вопросы, чтобы лучше понять, например, что происходит с вами, как с вами это происходит. Вот. И чтобы можно было бы с этим как-то разобраться. Вот. Потому что сейчас, на мой взгляд, пока что больше вопросов, нежели чем ответов, к сожалению. Хотя, может быть, вы скажете, что... Ну, так и должно быть. То есть, может быть, вы скажете, что это нормально. И в общем и целом спорить с вами я, пожалуй, не буду именно вот спорить, да, именно вот доказывать вам что-то. Но, тем не менее. Просто хотелось бы, наверное, чтобы вы подумали в этом направлении. Следующее, на что хочется обратить внимание. Значит, вы говорите, вы утверждаете, что не можете забыть человек. Вы не можете забыть не самого человека, как я думаю. Вы не можете забыть, пожалуй, про своё состояние с ним. Вот. То есть, вы буквально тяготеете именно к состоянию своему, которое вы с ним ощутили. То есть, вы тянетесь не к человеку, в данном случае, а именно скорее к тому, как вы себя с ним чувствуете. Вот к этому, к этому, да, к этому вы тяготеете. В этом я, с этим я более чем согласен. Соответственно, нужно рассмотреть, что это за состояние такое. То есть, нужно буквально, чтобы вы почувствовали, прочувствовали, что это за состояние. Вот. Да. И дальше уже решали бы, что с этим делать. Ну, как себя вести, в смысле. И так далее. Вот. Как себя вести, к чему стремиться. Вот в этом направлении, я думаю, можно двигаться. То есть, увидеть в том, что с вами происходит, некоторую вашу собственную проблематику. И начать последовательно ее решать. Вот. Вот. Именно что, именно что последовательно, ну, решать. Понимаете, да? Вот. Такой аспект я могу вам в данном случае выразить, на это могу обратить ваше внимание. При условии, если вы на самом деле, вот, хотите как-то этим заниматься, да? Вот. При условии, если вы на самом деле хотите в этом направлении как-то вот, ну, двигаться, да? И так далее. В этом нет, на самом деле, ничего сложного, особенно в этом нет ничего сверхъестественного. Вот. Как мне кажется. Поэтому выбирайте себе психолога на нашем ресурсе и начинайте работать. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. До! До свидания! До новых встреч! Продолжение следует...